Сумки, кошельки, ремни и все ручной работы. Сергей освоил профессию кожевника самостоятельно, нигде специально не учился. Смотрел мастер-классы других мастеров и много-много практиковался. Так хобби превратилось еще и в небольшой семейный бизнес. Сергея поддержала супруга Татьяна. Он очень хотел этим заниматься и очень долго и упорно это все смотрел. И как-то вот он решил сначала за свои финансы это все заказать, поддержала. Заказывай, занимайся, пожалуйста. Начало получаться, приносит удовольствие. Начали дальше идти. Вот соцконтракт. Пока жена в декрете по уходу за двумя детьми, глава семейства трудился системным администратором. Финансов не хватало, поэтому соцконтракт помог не отодвинуть свои мечты в дальний ящик, а наоборот развиваться дальше. В соцзащите Сергею помогли собрать и оформить все документы. На развитие мастерской выделили 250 тысяч рублей. Я закупил профессиональное оборудование, профессиональную химию всю и заказал итальянскую кожу себе, потому что именно ручная работа. Можно, конечно, было заказать дешевую кожу и все это выставлять, но я по большей части решил, что лучше профессионально этим заниматься и это все творить. Свои изделия мастер изготавливает только из итальянской кожи. Да, она значительно дороже, зато намного качественнее и прочнее. Да и срок эксплуатации у таких изделий практически бессрочный. Клиентов пока не так много. Помогают различные ярмарки и сарафанное радио. Самое, что на есть, я думаю, лучшее, это прохождение ярмарок, потому что люди приходят, они смотрят, они видят полностью работу, как она выполнена в первую очередь, из чего она выполнена, потому что по большей части люди смотрят, не верят, что это натуральная кожа, как может быть, что с Инзой есть какой-то мастер, что такое Инза. А мы доказываем, что Инза это уже как город. Благодаря соцконтрактам жители нашего региона открывают небольшие парикмахерские, маникюрные салоны, пекарни, столярные мастерские, покупают домашних животных для личного подсобного хозяйства. Также соцконтракт можно заключить на поиск работы. В Инзе в этом году при плане 138 контрактов заключено 39. К огромному сожалению, не каждый человек может заключить соцконтракт. Существуют определенные нормы, действующие в законодательстве, и только те люди, у которых достаточно низкий доход на одного члена семьи, подходят под эту норму. Получить информацию о социальном контракте или оформить меру поддержки можно в отделениях соцзащиты или МФЦ. Анна Тищенко, Улправда ТВ.